Пенсионный фонд Украины Мы внедряем новую централизованную систему выплаты пенсий, на базе которой будут созданы электронные пенсионные дела. Через систему электронных сервисов с помощью цифровой подписи можно будет по своему электронному пенсионному делу ознакомиться со всем, что там есть, о своем стаже, зарплате и выплатах. На нашем сайте обновлен вход в веб-портал Пенсионного фонда, где есть возможность не только пенсионерам узнать информацию о себе. Обслуживание европейское, а вот средняя пенсия в стране пока не дотягивает до уровня стран ЕС. Она составляет менее 70 долларов. Пенсионному фонду не хватает действующих источников наполнения. Давайте начнем с количества пенсионеров. А их у нас сегодня 12 миллионов. Средний размер пенсионной выплаты – 1828 гривен. Сумма поступлений от единого социального взноса несколько ниже, чем сегодня уже есть уровень обязательных выплат. Это и называется дефицитом пенсионного фонда. И на сегодняшний день он в нашем бюджете составляет около 71 миллиарда гривен. Предлагаемое повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет исправить ситуацию лишь частично, считают экономисты. Если мы будем повышать пенсионный возраст, например, на полгода, то в этом случае экономия в год, когда мы повышаем на полгода, она будет составлять чуть больше миллиарда гривен. Такой приблизительно экономический расчет. Но эта экономия будет только в первый год. Во второй год эта экономия будет накапливаться. Это будет уже 2 миллиарда, потом 3 миллиарда и так далее. В мире одно из перспективнейших направлений инвестирования – это накопительная пенсионная система, утверждает эксперт Виталий Мельничук. Делится личным опытом сотрудничества с частным пенсионным фондом в Украине. У меня было на 1 января прошлого года 88 тысяч гривен на счету. На конец года у меня было 100 тысяч. То есть 12 тысяч – это моя чистая прибыль, при том, что ни работодатель, ни я не платили пенсионные взносы. То есть фонд переиграл инфляцию, потому что средства были диверсифицированы. Польша, которая начала реформу в конце 90-х, провела ее успешно. Сегодня у них накоплено около 140 миллиардов долларов. В Украине в сфере добровольного пенсионного накопления пока чуть более 300 миллионов долларов. Инструментом решения пенсионной проблемы в стране может стать система налоговых стимулов и преференции для работодателей. Можно давать льготы тем предпринимателям, которые инвестируют. И чтобы за счет части этих льгот предприниматели платили пенсионерам. Каждый работающий украинец содержит одного пенсионера. Это критическая статистика, считают эксперты. Проблему пенсионного обеспечения предлагают решать комплексно. Помимо прочего, увеличивать продолжительность жизни и доходов населения, а также повышать уровень трудоустройства молодежи и людей предпенсионного возраста. Оксана Опрышко, Тимофей Сорокин, UATV Редактор субтитров А.Семкин